Покажи, что у тебя. Покажи. Ну, хоть что? Ну, по секрету, покажи. Ужас. Ужас. Так, бедный мой ребеночек. Ребята, Лисе разрезали губу, поставили дренаж. В общем, все очень серьезно. Не зря мы приехали. Купили сейчас кусок масла сливочного, она держит, но чтобы отека сильного не было. Но сказали, отек будет еще. Немного увеличится, потому что было хирургическое вмешательство, а потом постепенно начнет сходить. Через два дня дренаж убрать, и все, и губа пойдет на заживление. В общем, это вам не шутки, так что, детки, губки не грызите, мой девочек. Завезли Алису домой, смотрит тик-ток, смотрит тик-ток. Я и достала салфетки стерильные, но у нее кровь пока идет, и сейчас еще и наркоз будет отходить. Ребят, там вообще трэш, конечно. Ну, вы видели, там трэш, кровь уже останавливается, очень хорошо. Если что, салфетку заменяй, ладно? Эту в мусорку. Мы сейчас с папой поедем в магазин, я тебе сюрпризик привезу, ладно? Но не отпускает меня вообще ни в какую, поэтому мы едем назад с сюрпризиком, купим пиццу, кусочками так буду нарезать, тебя буду кормить, хорошо? Моя девочка маленькая, да все-все, там нормально, там уже нет такой крови, салфетка стерильная, а там вот видите, у нее дренажик торчит. Не трогай руками, не трогай, не надо. На чистую салфетку, это слюни-то свое, сейчас, сейчас. Так, эту клади сюда, сверху клади ее. Настоящая операция была, поэтому очень серьезно отнесись, только чистыми салфетками, поняла? Ну вот я здесь с Алиской ночью сегодня спала, потому что по-другому никак. Все, я пошла пока. Поехали в магазин, ребят, смотрите, небо снова хмурится, вот такой контраст, видите, яркое голубое и тучи, тучи, тучи. Ну, красиво, конечно, нечего сказать. Решили с Лешей, что сегодня мы, наверное, уже забираемся на второй этаж и начинаем там все разгребать, разбирать. Если интересно, оставайтесь с нами, все вам покажем, чем богатые. Ну, так и такое, у меня вообще не приходит, поэтому, нет, вообще, не дошло бы. Лимонадики мне понравились. Пришли бабульки в магазин, выбирают рыбку и так получилось, что стоит Леша, стоит одна бабушка, потом вторая и дальше я. И он через них мне говорит, ну, что, сколько ломтиков возьмем? А мы взяли лосось, да, Леша, слабосоленый? Форель. А, форель. И бабулька, которая около меня стояла, такая, ааа, ты что? Подумала, что он к ней обращается. Так смешно было вообще, как будто Леша к бабулькам, да? Ну, что, бабуля, сколько возьмем? В общем, купили мы, заказали пиццу в рафинаде, заказали, суши-темпура, правильно я их называю? Правильно, горячие роллы. Купили сейчас, сейчас покажу, купили стейки, Леша очень вкусно делает, прямо у него идеальная пропорция перца, соли и всего-всего, очень вкусно получается. Так, потом взяли вот эту вот форельку, ребята, она обалденно вкусная. Ее разбирают здесь просто на раз-два. Будем пробовать манго-виноград. Ну, мы все вкусы попробовали, ребят, ну, вот реально, безалкогольное вино. Мне все понравилось, но больше всего мне понравился просто классика, чисто виноград. Тебе какой, красный или белый? Нет, белый. Белый, да? Да. Ну, а я купила себе жгутики, вот такие вкусные. Сем, голосуй, силифары или что это? Ну, короче, что-то из этой серии, красная рыба, очень вкусная. Если где-то увидите, обязательно попробуйте. Если они будут свежие, они будут обалденно вкусные. Слушайте, дождик моросит. Дождик моросит, Леша пошел в рафинад, а я забыла, я же там еще кофе заказала, капучино, как он сейчас все это донесет, я даже не представляю. Открыла окошко, ну, чтобы... Вот зря сделала, зря открыла, все мокрое. Давай, 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 давай. Спасибо, Зай. Нифига себе дождь-то пошел. Дождь-то конкретный, Зай? Подожди, подожди. Бассейн вот такой, котель. Короче, Леша сегодня бассейн мыл-мыл, думал, соберет. Но так и не собрал. Придется опять его вычерпывать, да? Потому что мы с ним что-то брать, я езжу. Ой. Так, ребят, Леха в диком восторге от этого пылесоса. Посмотрите, как он нам помогает. В общем, перед дождем Леша здесь им дно промывал, прочищал. Ну и сейчас соберем воду вот эту дождевую. Во-первых, он беспроводной. Во-вторых, хорошо собирает. Потом воду просто открываешь, выливаешь и продолжаешь делать. Ну вот, для тех, кто живет в своем доме, вообще незаменимая вещь. Классный. И смотрите, как он хорошо все помыл. Вот Леша мне говорит, прикинь, я бы сейчас это все тряпкой намывал. Это же убийство. Когда воду собираешь, самое главное, его сильно не наклонять на себя. Да, чтобы вода не попала в двигатель. И песок, Леша говорит, на дне все равно песок есть вот после летнего сезона. Тоже очень хорошо собирает. Все, скоро уже выливать. Кстати, можешь уже выливать. О, практически начисто. Ну, чуть-чуть влажно. Оно сейчас подсохнет на свежем воздухе. Веда продует. Вот, смотрите, вот так открывается. Это уже не реклама, это уже личные впечатления от пользования, ребят. Вот так. Реклама была в другом видео. Мы очень довольны, что у нас появился такой пылесос. Так, и кто пишет про халяву, ребят, халяву не отрабатывает. А мы отрабатываем все на 100%. Так что это заработанный пылесос, заработанный нашим временем, нашим вниманием к этому бренду, к этой технике. Вот так. Время не видно. Да, обалденный. Вот здесь, зайка, пройди, прям вот воду хорошо видно. Посерединке. Дайка, я дойди, дайка. Посерединке. И вдоль пройди. Хочу показать просто. О, видите? Ну, показывай, помню, все так стоит. Да, прям подольше постоишь, и все, он все засосет. Ну, все, вот, еще раз выливаем. Все равно это быстрее, чем я тут тряпка купала. Ну, конечно. Ну, Леш, оно помимо того, что воду собирает, оно еще и грязь сразу собирает. Ну, песка дофига. Подчищает, в общем. Не то, что просто воду, а прям намывает. Вода у нас грубая, жесткая, с известью. И вот, видите, осадки какие, смотрите. Вот все, вот это везде. Ну, топор очистителем надо, но у меня нету беспроводного. И на бассейне, и везде, короче, вот эта штука. Вот, на боках бассейна, везде она, поэтому с пылесосом хорошо. Он это все убирает. Ну, вот, а ты расстраивался, что не успел свернуть. Ну, и что? Или бы уже высох, или мне слово приходит. Леш, ну, на два раза помыл, классно же. Нет, не классно. Нет, не классно. Мартышкин труд-то, чем он классный. Слушай, он как новенький стал, да? О, нифига себе. Тут глубокая лужа. Так. Давай, все, пошла. Вот такая пицца красивая. Это с салями. Мои роллы. Два разных вида. И очень хочу вам посоветовать гренки, ребят. Обалденные, посмотрите. Тоненькие. И сейчас скажу, с чем они, вы сразу представите аромат. Гренки с кориандром и тмином. Я очень люблю с творожным сыром и с рыбкой. Вот прям как здесь на картинке. Очень вкусно. Я Алисе купила игрушку на Валберес. Я забыла ей купить игрушку. Мне так стыдно было перед Алисой. В общем, я ей обещала игрушку. Но когда мы приехали, она ко мне побежала, чтобы я ей что-нибудь подарила. А я забыла купить. Мы же проездили по магазинам. Потом дождь начался. И поэтому зашли на Валберес. Она заказала себе куклу. Комплект одежды для куклы и обувь. Кукла Барби. Шарнирка. Йога, да? Йога. Рот широко открываем. Носки какие-то острые. Чуть тебе не нравится? А мне нравится. Мне нравится, когда как лопаты прямые. Да ну. Да, вот эти вот острые, что-то какие-то, знаешь. Как будто ты бабушка, я не знаю. Ну вкусный цвет. Еще и цвет такой. Нормальный цвет. Да ладно. А что вы тебе скажете? Да амброзия же у меня. Только подышу и начинает горло перчить. У всех же по-разному. Раздраженная, я уже запарилась. Глаза все у меня чешутся. У меня даже десна чешутся. Да, до сих пор? Да. Ну я вон пью блокиру в каждом. Да, до сих пор. Что-то отпустил как-то. Вика, тебе не холодно? У-у-у. Мне жаль. Приехали домой. Алиска в маске. Показывала девчонкам, что у тебя там? Да. Трэш, да? Страшно было, девочки? Вот так вот хулиганит Алиса. Так, над Евой не издеваемся. Но она хорошая девочка. Всех любит. А я на вас, на Лисного папу и на Лису подписываю. Да ты что, смотришь? Да. Что у нас происходит? Ой, спасибо большое. Смотрите, как лисичка смотрит. Ой, прям взгляд не сводит. Ну, не пугай Еву. Она ее все равно боится немножко. Лисичка, ты ревнуешь? Ладно, занимайтесь. Сейчас я принесу вам что-то вкусненькие, по-моему, или японские. Так, это чипа-чупсики. Такс. Ну что, ребят, я поднялась наверх. Сейчас буду склеивать коробки. Взяла с собой скотч и ножницы. И буду, наверное, сначала собирать коробки с одеждой. И постельным бельем. Ну, в общем, с вещами для дома и для людей. А потом я займусь игрушками. Ребят, постельного белья у меня очень много. Вот начинаю из всех коробок, где у меня была постельная. В перемешку, допустим, с какой-то домашней одеждой. С полотенцами. Я думала, что этим всем пользоваться не буду. И что мне это, в принципе, не нужно. Сейчас перебираю вещи. Они очень хорошие. В очень хорошем состоянии. Комплекты здесь есть полутораспальные. Тоже очень хорошие. Сейчас у нас Алиса как раз спит на полутораспалке. То есть хотела это все выбросить. Представляете? А сейчас перебираю вещи. И такое чувство, что первый раз их вижу. Такой классный костюм нашла. Бархатный. Покупала Алисочки. Если честно, не помню где. Может быть в Акуле. Но он действительно очень классный. Если бы сейчас я такой костюм увидела на ее ростовку, я бы, наверное, тоже купила. Представляете? Вот уже несколько лет вот этот принт. Леопард. Он в моде. Мне кажется, что этой осенью он особенно актуален. Прям много всего продается с леопардом. Тут еще даже такая вот лапочка. Короче, классный комплект. Сейчас я всю одежду Алискину соберу. Отдам нуждающимся. У меня здесь есть несколько семей знакомых, которым нужна одежда. Они мне уже сказали свои размеры. В общем, все это разгребу, разберу. Буду раздавать. Ну или подумаю. Может быть оставлю для каких-то поделок, переделок. Алиска постоянно одежду куклам шьет. Тоже ткань нужна. Поэтому буду думать в общем. Ну, вообще сначала, конечно, нужно все разобрать. А потом уже решать, что делать с одеждой. Ну, как вам ногти, кстати? Мне нравится. Так. Наполовину заполнила коробку с Алисиной одеждой. Очень классная одежда. Ребят, нашла ее костюмы Adidas. Такие крутые. На 128 сантиметров. Это она вообще крошка была. Я думала, что я их отдала кому-то. В общем, здесь много таких затерянных коробок. Которые я думала, что отдала. Вот. Но все равно сейчас все собираю в отдельной коробке. Отдельно Алисина. Отдельно будет мое. Здесь у меня постельное. Здесь полотенце. Домашняя одежда моя. Такая домашняя, прям, ну, не детская в смысле. Скотч вот плохой попался. Просто ужасный. Надеюсь, что прилипнет. Но прям вот отклеивается. Ненадежный. Вот эти футболки мы покупали. У нас две. Одна серая, другая белая. Мы их покупали, когда отдыхали в Атлантисе. Это наш любимый отель в Дубае. И мы в нем отдыхали, наверное, раз шесть. Атлантис, Депальм, Дубай. Там аквапарк очень классный. В общем, ну, как вот можно такое выбросить? Я не понимаю. Это же такие воспоминания. Нереальные просто. Просто нереальные. Ой, какие маленькие шортики. Даже непонятно, какой размер. Смотрите, крошечные. А вот это я вязала Алисе, когда ей был годик. Вот такая вот кофточка. Все. Вот один раз я связала крючком. И больше я не вязала никогда. Такая вот штучка. Ну, может, пару раз одела на Алисуньку. Такие пуговки. Смотрите, с сердечками. Интересно. Крылья бабочки. Смотрите, какая прелесть. Тоже. Ну, вот как это можно выбросить? Здесь резиночка для пальчиков. При помощи этих резиночек. Это на руки одевается, на плечики. Вот на пальчик. Рельсть. А вот эта сумочка, она вообще древняя-древняя. Мы ее взяли у моей мамы когда-то очень давно. Я не помню уже, кто с ней ходил. Ну, по-моему, наверное, сестра моя с ней ходила. Но эта сумочка оказалась у моей мамы. И Алисе, она очень понравилась. Мама ее отдала. Вот такая вот необычная. Какой-то инопланетянин. И она через плечо одевается. Ну, такая смешная. Вот эта шапочка хаски. Мы ее покупали в хаски-центре. В Сочи. В розах пудр. Классная. Это в Таиланде мы покупали футболка бренда Лини со слоником. Тайский слоник. Вот смотрите. Он резиновый. Резиновый с блестками. Просто неубиваемая аппликация. Неубиваемая, действительно. Ну, и футболка сама очень крутого качества. И я бы сказала, даже по качеству, как Адидас. Действительно. Очень классная. Это мы себе когда-то набрали пола Лакоста. И Алисе тоже захотели взять. Мы тогда купили целый комплект. Юбка. Жакет. Потом вот эти вот пола разные. Белое, розовое. Но она практически не носила. Вообще новое. 8 лет. 128 размер. 8 лет, ребят. Столько вещей. Ну, действительно класс. Такие кюлоты. Тоже практически не носила. Раньше ей не нравилось. А сейчас пищит. Нужно кюлоты. Нужно кюлоты именно. Кюлоты. А раньше чего не носила. Вот такие даже футболки у Алиски есть. Патриотичные. Сама покупала, сама выбирала. И даже костюм есть. Классный такой. Красный. Вверх. Синие штанишки. Сзади надпись Россия. Классный. Так, давайте посмотрим, что у нас вот в этом чехле. Рыбное платье. Ребята, ну, это платье я точно никому не отдам. Это платье, в котором Алиса снималась в клипе. Алиса, модель и актриса. Слаще Алиса, Барбариса. Смотрите, у нас была годовщина свадьбы. И даже Алисочке мы распечатали вот такую маленькую футболочку. Точнее, это Леша делал сюрприз. Ну, посмотрите, какая прелесть. Это вот мы в молодости. Ой, птичка ходит по крыше. Такс. Слушайте, сказать, что здесь тяжело прибираться, это вообще ничего не сказать. Очень много разбросано игрушек. Мне на помощь пришел Леша и Алиса. Пришла помогать. Вот видите, уже помогает. Вот так она всегда мне помогает. Ну, ладно, сиди. Главное, что со мной рядом. Что подкашливаем? Как у тебя губа, дочь? Не болит? Посмотри на меня. Ну-ка, постричь еще раз. О, Господи, ну и губа у тебя. Ладно. Ты не знаешь, да, чем заняться? Почему? В общем, ребят, вот так мы сегодня проведем вечер. Будем разбирать вещи. Вот тебе плечики. Ну, плечики можно чуть-чуть. Не, мне не надо. Я сразу в коробке. Да, лучше не надо. Да, лучше в коробке. Раз мы здесь все будем освобождать. Видите? Я уже на своем канале говорил. Да. Короче, собрала коробку с детской одеждой. Еще немножко можно добить с моей одеждой коробкой. Еще одна с Алисиной одеждой. Постельная, полотенца и, ну, всякие, знаете, типа домашние одежды для меня. Для меня, для Алисы, вот именно домашняя одежда. Потому что очень часто бывает, что нужно найти какую-нибудь пижаму или какой-нибудь костюм. Но у меня здесь очень много новых костюмов. Поэтому решила отдельно складывать и прям подпишу все. Какие-то коробки купили неудобные в этот раз. Почему неудобные? У меня высота полок рассчитана вот под эти коробки. Которые пониже. Мы их сейчас не будем на полки ставить, мы вниз. А эти коробки, видишь, высокие. Они вообще не... Слушай, а тебе не трудно мне сейчас? Собери пару коробок, пожалуйста. Мне вот под верхнюю одежду надо. А, у тебя скотч есть? Да, вот скотч я аж собираю. Вот-вот-вот. Вот прям под ногами у тебя, около куколок, мол. Да. Да. Пиздец. Алиса, представляешь, через 10 лет ты достанешь куколоклы? Смотри, голенькая. Угу. Черт. Ну че? Классно, блин? Угу. Так, оружие у меня искаток. Вот такая коробка. Смотрите, как она красавица. Там обалденная. Покажи. Такая кудрявая. И это не парик. Так, эту коробку я складываю только лол. Чтоб мы знали, что там только лол. Мы уже спустились вниз. Там стало так холодно. На втором этаже. Но уже ночь. У нас уже темно. Смотрите. Немножко так заколбасила. Зачихала. Руки замерзли. И подружка позвонила. Захотелось с ней поболтать. Так что спустилась вниз. Сейчас буду пить чай. Всем говорю пока-пока. Лисинка смотрит на ноутбуке. Влад А4, да? Как твоя губа? Можно я посмотрю? Да? Бедный мой ребенок. А снизу больно? Покажи мне, пожалуйста. Снизу там синяк, по-моему, о жути. Бедолажка моя. И вот эту бумажечку не трогай, поняла? Нельзя. Два дня должна ты с ней ходить. Языком не тереби. Решил прийти туда их. Решил прийти туда их. И хватит.